Приветствую вас! Смотрите, я постараюсь ответить вам именно в контексте вашего вопроса. Да, тут есть женщина, с которой вы встречаетесь, у неё есть дочь, которой 4 года, которая, соответственно, просит у всех людей, там, ну, что-то, да, такая вот попрощайка. Вот, значит, может пройти к любому проходу и чего-нибудь попросить. Ну, во-первых, нужно, чтобы мама девочки была согласна с этим. То есть нужно, чтобы мама девочки была солидарна с вами хотя бы в том, что эта проблема есть. Потому что, если мама, например, не считает это проблемой, то, соответственно, ничего у вас не получится. Напротив, она может, мама, я имею ввиду, обидеться на вас и сказать, что вы не принимаете её ребёнка и, в общем, могут быть конфликты здесь. Вот. Значит, это такой момент. Далее. Соответственно, с привычкой бороться, т.е. подавлять её как-то вот насильно, да, не стоит. Ну, просто потому, просто потому, что это не даст того эффекта. Максимум, чего вы добьётесь, это то, что она девочка, в смысле. Может быть, и перестанет попрощайничать, да, перестанет просить у всех там подряд что-то, но это будет проявляться как-то ещё по-другому. Вот. Т.е. если вас заботит именно девочка сама, заботит то, что она попрощайничает, вот, то, соответственно, нужно увидеть, постараться увидеть, что за этим стоит именно. Что за этим стоит, это очевидно, на мой взгляд. Значит, ситуация заключается в следующем, что у ребёнка есть попредность, да, у ребёнка есть попредность что-то просить у кого-то. Значит, либо она не считает возможным просить у вас и у своей мамы по какой-либо причине, либо мама ей не даёт всего того, что она хочет. Либо ребёнок не понимает, почему ей не дают, то есть мама не объяснила девочке, что она рада, что она может, что она обязательно, когда будет возможность, это ей даст. Либо мама сама, значит, также подавала пример своему ребёнку и что-то просила. Вот. Ну, это может быть, например, и анти-сценарий, когда, например, мама вообще ничего не просит, да, ни у кого. А ребёнок там, грубо говоря, только и делаем что-то просит. Или когда, знаете, как у очень правильных, у очень воспитанных людей ребёнок такой, вот наоборот, ну, не очень воспитанный, да. Вот. То есть у этого есть свои причины в том плане, что ребёнок это следствие, это воплощение желаний мамы. То есть сперва маме нужно изменить своё поведение, как-то. Я не знаю в чём, я не знаю, как это нужно с ней разбирать. Потом изменить своё отношение к дочери, соответственно. И потом она перестанет у всех просить. Это работает именно так. Можно, конечно, просто увидеть, что просит ребёнок, да, и поговорить с ней. Если она в 4 года может попросить, значит она, соответственно, ну, скорее всего, хорошо уже разговаривает, вот, и с ней можно поговорить. Вот. Значит, соответственно, она скажет, для чего она это делает, она скажет, что именно она просит. Почему она не может попросить там, например, у вас или у мамы своей. Вот. Ну, с чем это связано, да. Вот. И всё. Соответственно. И как только у девочки пропадёт мотив и стимул, значит, просить что-то, ибо у неё всё будет, то, что ей нужно, а нужно ей, как правило, именно внимание. То есть, именно внимание, именно какое-то, знаете, отношение к себе. То есть, я не думаю, что, я не думаю, что здесь, а, я не думаю, что здесь, а, я не думаю, что здесь, а, именно, а, загвоздка в том, чтобы получить какие-то материальные вещи, да. Вот. Я думаю, что загвоздка, она именно в том, что ребёнок не чувствует себя любимым, ребёнок не чувствует, не чувствует себя центром внимания, а четыре года, в принципе, это ещё тот период, когда ребёнку нужно любить, и ребёнку нужно вообще чуть ли не центром вселенной делать. Вот. Вот. Если этого не происходит, то, соответственно, возникают такие ситуации. Вот. То есть, бороться ни с чем, ещё раз повторю, не нужно. Нужно, нужно увидеть, что стоит за, вот, тем, чего девочка хочет. Нужно бороться с тем, а, точнее, не бороться, а нужно выявлять, что её движет и стараться ей это дать, стараться ей это давать. Ну и соответствующую реакцию иметь тоже на случай, если она будет у кого-то что-то просить. То есть, это тоже очень такой важный момент, что если вы выявили, что заставляет ребёнка вести себя так, как она себя ведёт. Если вы определили, да, какие у неё желания, и вы эти желания удовлетворили, то это не означает, что она перестанет попрощайничать сразу. Нет. Она будет продолжать попрощайничать. Просто по привычке. Просто потому, что это привычка. У неё будет привычка такая, что вот она, там, ну, может попросить что-то. И здесь, но только при условии, что вы наверняка знаете, вот прямо наверняка знаете, да, соответственно, что вы удовлетворили желание ребёнка. И она всё равно просит. Вот здесь вот нужно проявлять соответствующую реакцию. То есть, не нужно её ругать, если она попросила у кого-то что-то. Не нужно её там, ну, как-то, да, принижать за это. Вот. Нужно, во-первых, отследить свою реакцию. Что вам именно не нравится в этом? Если вы испытываете стыд и стеснение за то, что она это делает, это ваша проблема. Если вы считаете, что ребёнок так себе навредит, да, ну, то есть, грубо говоря, если она будет просить у кого-то, то, ну, её, соответственно, не будут уважать, да, её могут использовать, вот эта вся история. То в таком случае ей это и нужно сказать. И после этого выглядеть расстроенными вам. Нужно выглядеть расстроенными вам обоим, если мама согласна, да. Вот. Что она так поступает. То есть, покрашивать переживания именно за неё. Ещё, если вы переживаете за себя, то есть, вот она нас позорит, вот там, из-за её поведения, там, не знаю, все теперь думают, что мы там своему ребёнку ничего не даём, ничего не покупаем и так далее. Если вы так думаете, значит, либо у вас имеются определённые проблемы, как то, неуверенность в себе, что-то ещё, вот. Либо вы действительно что-то ей не додаёте, испытываете вину. И эта вина стимулирует вас к тому, чтобы сейчас, на данный момент, бороться с, в общем-то, ну, естественным для ребёнка вектором поведения. Вот. То есть, необходимо разграничить свою ответственность и ответственность ребёнка. Нельзя смешивать две вещи. Нельзя мешать одно и другое. Хорошего в этом не будет ничего. Ни для вас, ни для неё. Вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Тема детей всегда сложна тем, насколько, насколько, насколько родители готовы видеть проблему. Понимаете? То есть, тема с детьми всегда сложна именно потому, что некоторые родители, в принципе, они, ну, не готовы признавать, что именно они делают что-то не так. И что именно они ответственны за то, что их ребёнок делает. Не он сам, а они. Понимаете? С какой радости, с какой вот, с какой, например, радости, да, ребёнок просит у кого-то другого? Ну, с какой радости? Разве не естественно для него попросить у самого близкого человека? У своей мамы или у вас, например? Ну, нет. Получается, нет. И вопрос, почему? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!